Какие болезни встречаются у земляники чаще всего? Я бы назвал одной из наиболее распространенных, это земляничный клещ. Когда листочки начинают у нас растить деформированные, ну, допустим, вот как вот такого плана, недоразвитые, и часто у них цвет бывает такой желтоватый, зеленоватый, пятнистости. Чтобы таких проявлений было меньше, и фактически не было клеща земляничного на землянике, надо препаратом обрабатывать именно специализированным препаратом из группы акарицидов, это препарат Актелик. Он часто встречается в продаже, он, как правило, универсального действия, то есть если где-то он остался, можете обработать и тлю, и гусеницы, но для клещей это один из немногих препаратов, который помогает. Мы заряжаем его в опрыскивателе, и из опрыскивателя обрабатываем нижнюю часть листочков и, конечно, серединку, там, где наиболее нежные листочки находятся, там он обычно концентрируется. Не поленитесь, сделайте это 2-3 раза за лето, и у вас кустики будут более свежие, более урожайные. Во время урожая, наверное, это не стоит делать, а сделайте до урожая или после сбора урожая. Надо ли скашивать листья? Распространенный вопрос. Большинство агрономов склоняются к тому, что это делать не стоит. Почему? Дело в том, что удаляя листочки, мы провоцируем растения ко вторичному росту, активному, как правило, это вторая половина лета, и это выпадает на тот период, когда закладываются цветочные почки, где будет формироваться урожай будущего года. Чем они более крупные, сильные, тем крупнее будет урожай. Удаляя листья, мы часть питательных веществ отнимаем, и, к сожалению, это скажется на урожай. Поэтому обрабатывайте. Да, ну, бывают растения совсем симпатичные к концу лета, но все равно стоит их оставить в покое. И поменять растения, как я уже сказал, через 2 года, обновить. И все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!